Отца и Сына и Святого Духа Сегодня, дорогие братья и сестры, начинается наш подготовительный путь ко встрече Святой Пасхи. Путь этот не должен быть для нас особенно легким, потому что все-таки мы приготавливаемся к встрече Великой Искупительной Жертвы, Спасителя и Его Воскресения. Поэтому каждый из нас должен особенно потрудиться во время Великого Поста, очиститься от своих грехов, от своих плохих навыков и стать уже другим человеком. Новым Человеком и воскреснуть вместе со Спасителем нашим. Поэтому Церковь по своей мудрости решила нас подготовить правильным образом, предлагая нам в нынешний день поучительный рассказ о матерей-фарисеях. Всем вам этот рассказ известен. Даже те, которые не часто ходят в церковь, наверняка его знают, потому что этот рассказ вдохновляет грешников. Он дает им какую-то силу оправдания. Ведь, когда мы стоим в храме Божьем и начинаем молиться, редко кто из нас начинает с самохвалением. То есть, мы не стоим на молитве, не говорим, Божьему, спасибо, что я такой хороший. Божьему, спасибо, что ты дал мне все. Теперь я живу, как никто другой на земле не живет. Обычно мы приходим в храм Божий и начинаем нашу молитву с каким-то прошением. Либо о наших бедных родственников, друзей, стражей, полярщик, либо о самих себя, о наших нуждах и так далее. Просим, чтобы Господь помог нам. Ну вот, эти действующие лица этого рассказа, парисеи Метель, пришли одновременно в храм. Один стоит и молится, как вам сказал, необычно для нас. Он стоит и молится и хвалится, и говорит, Боже, когда я все делаю, я исполняю все твои даты, все законы. Но я благодарю тебя дальше за то, что я не человек, который прелюбодеет, который воровством занимается или обманом. Даже благодарю тебя, что я не такой, как вот, например, этот человек, который стоит в храме со мной. Метель. А Метель, конечно, и не слышит слова парисея, тем более он занят своей глубокой молитвой. Он молится только за прощение своих грехов. Он говорит, я не достоин, я даже не могу посмотреть на небесную красоту. Я настолько грешен, что я должен стоять здесь и унижать себя перед Богом и говорить только, Боже, очисти меня грешного. Вот единственная его молитва. Молитва покаянная. Вот, дорогие братья и сестры, как Господь говорит, кто вышел из этого храма более оправданным. Конечно, мы так. Потому что, хотя он и не делал, особенно много делал благочестия, не исполнял законы, как надобно, но он же шел и покаялся. Покаяние его, конечно, не должно было быть только на словах, а на самом деле он должен был измениться. Покаяние по-гречески значит метаноия, то есть полностью изменить, как ты мыслишь. По-другому надо мыслить, по-другому надо думать, надо измениться. И тогда бывает настоящее покаяние. Вышел этот метай, и притча, правда, не продолжается, но можно догадаться, что этот человек должен был жить уже по-другому, раз его молитва была благоприятна Богу, она должна была послужить к лучшему для него. А фарисей продолжал жить, как всегда, исполнял те же самые законы, жил якобы благочестиво, но на самом деле занимался осуждением своих близких и даже своих неблизких, осуждением своего народа еврейского. И говорил, вот они, как есть секея, не знают, что они делают, я только один знаю. В каждом человеке, дорогие братья и сестры, происходит вот эта постоянная двусторонняя борьба между плохим человеком, испорченным человеком, и тем человеком, которым мы хотим быть, настоящим крестьянином. Это борьба та же самая, которая произошла в этом храме, между этими двумя лицами. Мы дарем и фарисеям. С одной стороны, мы так грешим, но он каяться, он хочет, он просит от Бога разрешения грехов и спасения. А с другой стороны, фарисей исполняет все, что требуется, законно. Но он не знает, что есть даже больше этого, есть любовь к ближнему. Он этого не понимает. Он не понимает снисхождения, прощения. И вот у нас в самих происходит постоянно эта борьба. Мы грешим. Многие из нас не тянутся к исповеди, не приходят, не очищаются, достаточно, не дают себе возможности для того, чтобы исправиться. И таким образом мы уподавляемся старому мотаю, который еще не пришел в храм и не покаялся. С другой стороны, мы приходим в храм часто. Мы стоим на молитве аккуратно. Мы постимся, когда надо. Мы исполняем и другие законы Божьи. Но мы готовы сразу осудить тех, которые не делают то же самое или не исполняют законы, как мы их понимаем. И это большая жаль. Потому что здесь мы идем против нашего древнего соперника. в Евангелии от Матфея Господь говорит, что ты должен со своим соперником уладиться. И тогда только уладься на пути. Этот соперник постоянно тебе будет мешать. совесть. если ты не уладьешься, тебе будет хуже. Ты предстанешь пред судьей и не сможешь ответить, потому что тебя будет во всем обличать твоя совесть. Совесть, то есть соперник по свято-отеческим понятиям и есть наша совесть. Совесть, которая постоянно нам противоречит или подсказывает, как лучше поступить. Святые отцы, так и эту часть Евангелия понимали, что Господь именно указывал на нашу совесть, как на нашего соперника. Игнатий Браченинов даже дальше говорит, что держите или сохраняйте мир, с вашим соперником, потому что когда предстанет час, вам он понадобится. То есть совесть наша обличит нас на страшном суде. Кто мирно живет со своей совестью, он конечно пройдет все испытания без всякого наказания. И вот дорогие братья и сестры, хотим мы или не хотим, но в нас сидит голос Божий, который говорит нам, как надо поступать, как лучше сделать. Вот будем стараться жить модеревым покаянием, но делами фарисея, делам фарисея будем подражать тоже, но не его осуждение. Будем делать то, что требуется от нас по закону Божьему, но не будем осуждать наших ближних. Аминь. Благодарю.